Слава нашему великому Богу за преимущества, которые Он сегодня нам подарил. Преимущество быть в Храме Божием, открыть священное Писание, читать тексты Слова Святого из Библии, обращаться к Господу в молитве, вместе объединившись в пении прославлять Его, нашего Бога. Мы сегодня приветствуем вместе со всеми, кто пришел в этот храм, приветствуем тех наших друзей, кто присоединились к нам через сеть интернет. Дорогие наши, вы не с нами сейчас физически, но мы очень рады тому, что вы с нами сейчас в духе. Если вы сегодня, не дай Бог, заболели, мы хотим пожелать вам доброго здоровья, хотим пожелать вам выздоровления скорейшего. Пусть Господь благословит вас на вашем пока еще одре болезни. Если вы сегодня в командировке и где-то нашли возможность, и остановились, и присоединились к нашему богослужению через интернет, мы желаем вам скорейшего возвращения домой. Пусть Бог благословит ваше путешествие. Если нас разделяет с вами, может быть, много часовых поясов, и вы сегодня уже были на богослужении, а вернувшись, опять ощутили призыв Духа Святого и искреннее желание сердца, и опять присоединились к верующим, и смотрите нас через интернет-связь. Мы желаем вам от Бога хорошего, доброго настроения, хорошей, счастливой субботы. Будьте с нами, ощущайте влияние Духа Святого в вашей жизни. Сегодня у нас есть великое преимущество, чтобы вместе рассуждать о том, что тревожит нас. И в Библии есть очень интересные истории, которые показывают, каким образом возрождающая сила Бога, Духа Святого, как она реализуется в жизни отдельных людей. Но перед тем, как мы поговорим об этих библейских историях, хотелось бы отметить несколько очень важных для возрождения аспектов. Во-первых, для возрождения очень важно покаяние. Вы знаете, без покаянных слов молитвы, без исповеди перед Богом, без осознания своих проступков, своих, может быть, неверных действий, без осознания своего положения греховного, возрождение не происходит. Вы не просто становитесь лучшими, вы не просто приобретаете лучшие черты характера, вы не просто, может быть, оставляете некоторые слова в своем лексиконе и заменяете их другими, более благородно звучащими. Когда приходит в сердце Дух Святой и происходит возрождение от Его присутствия, тогда изменяется очень многое. И человек тогда от души, от сердца приносит Господу слова покаяния в молитве. Покаяние должно сопутствовать сам процесс возрождения. Следующий очень важный момент, аспект для возрождения. Необходимо восстановление взаимоотношений с Богом. Нам иногда кажется, что мы Бога не трогаем, Он нас не трогает, и наши отношения вполне нормальны. Сегодня, если бы спросить у многих жителей наших огромных домов, высокоэтажных, скажите, пожалуйста, а как у вас отношения с вашими соседями? Вы знаете, какой бы зачастую ответ мы могли бы услышать? Нормальные. Я их не трогаю, они меня не трогают. Нет, иногда поздороваемся, если посчастливится, а нет, живем своей жизнью. Многие люди живут в таких отношениях с Богом. Бог на небе, мы на земле, друг друга мы не трогаем, мы друг другу жить не мешаем, поэтому почему мы можем говорить о том, что у нас с ним отношения плохие? Дорогие друзья, вопрос возрождения, он затрагивает отношения человека с Богом. Они должны перерасти не просто из отношений, когда мы друг другу ничем не должны, ничего не должны. Они должны перерасти в отношения, когда мы не можем жить друг без друга. И в этой связи хотелось бы сказать, что Божьи отношения к нам, они статичны, они стабильны. Он всегда в порыве, как отец, как мать, он всегда в порыве к детям своим, протягивают руки свои, а человек вправе принять или отвергнуть. Поэтому, когда мы говорим о возрождении, нужно посмотреть на наши отношения к Богу, насколько они меняются, насколько Он для нас становится родным, становится дорогим и близким. Еще один очень важный момент в возрождении. Когда вы принимаете Бога в свое сердце, когда позволяете, чтобы ваши уста произнесли слова покаяния, когда вы позволяете, чтобы ваше сердце исповедалось перед Господом, когда вы ощущаете, что ваши отношения с Богом изменяются, вы не просто знаете, что Он там, вы чувствуете, что Он здесь, вот тогда наступает момент, когда вы не можете молчать. Вот попробуйте заставить молчать девушку, которую позвали замуж. Попробуйте заставить ее молчать. Она вся светится, она вся искрится, потому что сбываются мечты, осуществляются надежды. Попробуйте заставить замолчать или утаить чувство парня, который добивался руки и сердца, может быть, многие-многие месяцы, может быть, годы, и потом все-таки добился. Дорогие друзья, невозможно. И если сердце человеческое пережил этот процесс возрождения, вы не сможете заставить себя молчать, вы не утаитесь. А Христос сказал о таких людях, не может город, который построили на высоте горы, не может остаться невидимым для людей, которые живут вокруг. Они, конечно же, увидят в вас это преобразование. А вы, конечно же, с ними поделитесь, как это произошло в вашей жизни. Возрождение – это удивительная вещь. Это уникальная вещь, в которой мы сегодня все можем быть причастниками. Мне хотелось бы вместе с вами открыть Священное Писание и вместе с нашими зрителями через интернет открыть Священное Писание, слова великого Бога и прочитать одну, вполне вероятно, на первый взгляд покажущуюся, неуместную для нашего сегодняшнего разговора историю. Книга Суддей, 17 глава. Я думаю, что многие из вас знают последние главы книги Суддей, о чем они говорят. Нужно сказать, что это главы, которые не вписываются в наше представление о том, как должен вести себя Божий народ. В книге Суддей, в последних главах описываются какие-то кошмары, в которых принимают очень активное участие Божий народ или же отдельные члены этого Божьего народа. И вот 17 глава книги Суддей, она тоже говорит о чем-то для искренне верующего человека не совсем приемлемом. Но посмотрите, читая эту главу, мы сейчас прочитаем несколько ее начальных текстов, мы заметим, как переплетаются все действия этих персонажей этой истории, как они переплетаются с тем, о чем мы сегодня говорим, с возрождением. Итак, с первого стиха. «Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей, «Тысяча сто сиклей серебра, которые у тебя взяты, из-за которых ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня. Я взял его». Мать его сказала, «Благословен сын мой у Господа». И возвратил он матери своей тысячу сто сиклей серебра. И сказала мать его, «Это серебро я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан или той кумир, и так отдаю оное тебе». Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла 200 сиклей серебра и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан или той кумир, который и находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий. И сделал он ефод и Терафим. И посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Вот такая интересная история, которую мы находим в книге Суддей. Скажите, пожалуйста, в контексте всего того, что вы уже знаете о Боге, о Его заповедях, о всем-всем-всем том откровении, которое мы в Священном Писании находим, какую бы вы оценку Михе поставили за его религиозную жизнь? По пятибальной шкале. Давайте проголосуем. Кто за пятерку? Можете руку поднять? Таких нет. Кто четыре поставит? Нет. Кто троечку Михе поставит за его религиозную жизнь? Нету таких. А кто двойку с радостью поставил бы? Так появляются поднятые руки. А кто единицу? Все остальные. Вы посмотрите, какую интересную историю Бог поместил в книге Суддей. Она, эта история, показывает нам очень интересные элементы, из которых, в принципе, и состоит. Давайте посмотрим, что же в этой истории для нас сегодня важно. Итак, мы начинаем со второго стиха. Он, то есть Миха, сказал матери своей «Тысяча сто сикли серебра, которые у тебя взяты, и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня. Я взял его». Скажите, пожалуйста, что это такое? О чем это повествование? Что мы находим в этом описании? Как называется этот процесс, участником которого стал Миха? Как? Воровство. Правильно? Миха слышит, как его мама, которая воспитывалась на территории, в общем-то, не совсем религиозной, не совсем христианской, Миха слышит, как мама, обнаруживает, что кто-то украл у нее тысячу сто сикли серебра, и реакция мамы на это действие какое? Вот каково сегодня, ну какая сегодня реакция обычно, когда у вас что-то украдут, и вы обнаруживаете, как вы реагируете? Вы желаете, чтобы счастье не кончалось у этого человека? Вы желаете, чтобы благополучие никогда не изменяло ему? Вы желаете, чтобы радость никогда его не покидала? Вы желаете ему счастливых и долгих дней жизни? Наверное, но только все наоборот. Люди сегодня желают, чтобы и справа, и слева, и вдогонку, и всегда. И вот мама Михи, увидев, что ее обворовали, она изрекает проклятие. Каков был смысл этих проклятий, мы не знаем, но знаем наверняка, что они дошли до сознания Михи. Потому что, когда Миха услышал, чего ему нажелала его собственная мама, не зная, что это он украл у нее это серебро, он перепугавшись, приходит к матери и говорит, за то, что ты изрекла проклятие на меня, я вот прихожу и приношу покаяние. Это серебро у меня. Скажите, пожалуйста, вы бы назвали это покаянием или нет? То есть, вы придерживаетесь точки зрения, если кто-то испугался и после этого перепуга пришел и покаялся, то такое покаяние не засчитывается. Это ложное покаяние. Знаете, в моей жизни была одна история, ну, не в моей, а будучи пастором, мне пришлось выслушать одну историю. Одна женщина, это еще в перестроечное время, многие из вас вспомнят это время, чем оно было примечательным, знаковым, она пошла на рынок и решила купить пуховый платок. И на этом рынке, это было начало 90-х годов, ей показывали один платок, а пока она там денежку отсчитывала, совсем другой платок ей подарили. Она дала деньги за этот платок, забрала эту сумку или пакет с платком, приходит домой и что она там видит? Разворачивает, а там брак на браке. Она возвращается на следующий день на этот рынок, находит своего продавца и просит, верни мне, пожалуйста, деньги, забери свой платок. А та говорит, я знать тебя не знаю, и платка твоего не видела. И эта женщина, именем Иисуса Христа, как произнесла ей проклятие и говорит, я тебя сейчас так прокляну, что ты будешь помнить и родственники твои, и дети твои, и внуки твои. И эта обидчица быстренько забирает платок, отдает ей денежку, и наша сестра возвращается домой счастлива и довольна. Скажите, пожалуйста, можно ли это назвать покаянием? Вы бы хотели, чтобы сегодняшний мир, услышав о том, что грядет великий страшный день суда, покаялся в пепле и в прахе, когда Иона ходил по Неневии и говорил покайтесь, ибо приблизилось время, когда через 40 дней будет разрушена Неневия. Вы помните, что произошло? Можно ли назвать это покаяние? Я в книге Путь ко Христу обнаружил для себя очень интересные слова. Думаю, они будут интересны для вас. Елена Уайт в главе покаяния она говорит «Любой порыв человека, любое действие или желание его делать доброе, это ничто иное, как результат воздействия силы Святого Духа». Дорогие сестры и братья, как интересно. Оказывается, что даже страхом спасая человек находится в это время под воздействием Духа Святого. Вы знаете, сколько сегодня страшилок в этом мире? Вы знаете, сколько сегодня люди пытаются друг на друга влиять страхом, какими-то жуткими историями? Но немногие на это реагируют. Ни жизнь немногих изменяется. Кто сегодня из курильщиков не знает, во что превращаются легкие человека после 10, 15, 20 лет постоянного бесперебойного курения? Да знают люди и видели эти фильмы кошмарные по телевизору. А кто из них испугался и покаялся? Очень небольшой процент. А Миха, который услышал от матери свои эти слова проклятия, он припугался, он испугался, что они могут в жизнь обратиться и пришел к матери с покаянием. Давайте засчитаем ему это покаяние. Пусть неправильно, пусть не совсем христианское, пусть не совсем Божье, пусть не совсем то, каким должно быть наше покаяние. Но вы помните вот эту шапку всех этих действий, почему они так поступали? Потому что написано, не было у них основополагающих принципов, о которых бы их учили, которые бы им наставляли, которые бы они знали. И поэтому каждый делал, что считал справедливым. Миха посчитал справедливым, нужно покаяться. Следующий очень важный момент в этой истории. Мы читаем дальше и находим интересное описание. «И возвратил он матери своей тысячу сто секлей серебра и сказала мать его, это серебро я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан или той кумир». Как вы думаете, как это действие можно назвать? Это что? Вот то, что женщина от себя посвятила тысячу сто секлей серебра и посвятила для конкретной цели, для какой же? Мы читаем в Библии, конкретно написано для кого? Для Господа. И она говорит, я так думаю, что Богу было бы приятно, чтобы мы сделали из этого серебра литой кумир. Что еще сделали? Мы читаем здесь, чтобы сделать из него истукан и литой кумир. Кошмар какой! Женщина, которая посвящает от себя серебро для Господа, посвящает, чтобы из этого серебра сделали идола, истукан и литой кумир. Это ужас! Но посмотрите, что происходит. Мы говорим о жертвенности. Как вы думаете, 1100 сиклей серебра это много или мало? У кого из вас сегодня дома есть 1100 сиклей серебра? Для того, чтобы хоть как-то сориентироваться, сколько это, в этом тексте есть, в этой истории есть текст. Смотрите, стих 10. И сказал ему Миха, это одному из левитов, который пришел к нему к дому, останься у меня и будь у меня отцом и священником. Я буду давать тебе по 10 сиклей серебра на год потребное одеяние и пропитание. Вот кто из вас сегодня хотел бы заработать за год 10 сиклей серебра, но в планах иметь посвятить от себя Господу 1100 сиклей серебра. Сколько это лет работы? 110 лет. 110 лет работы и эта женщина говорит, я посвящаю от себя 1100 сиклей серебра. Нужно сказать, что эта сумма, она не раз встречается в Писании, особенно в книге Судди. Вы помните, наверное, когда Далида достала все-таки своего Самсона, и когда рыдала и плакала у него на груди, то рыдала и плакала не просто за так, а за обещанные ей деньги, потому что вельможи филистимские пришли и пообещали каждый со своей стороны, если ты выпытаешь у этого Самсона, в чем секрет его силы, то мы каждый дадим тебе сколько денежек? Каждый пообещал по 1100 сиклей серебра. Это, наверное, наводит нас на мысль, что это была некоторая такса, некоторая такое, вот знаете, как у купцов ходила, что ли, может быть, мера веса серебра, или может быть, как мы сегодня иногда говорим, особенно в молодежных кругах, вот эта машина стоит 25 кусков, о чем речь? Кто не знает, сколько эта машина стоит? Все знают, эта машина стоит 25 тысяч долларов, потому что куском назвать тысячу гривна, гривен это обидит слово кусок. Таким образом, когда мы сегодня слышим это определение 1100 сиклей серебра, то тогда понятно, что это какая-то такса такая, которая была известна, это как в свое время, когда мы переходили с купонов на гривны, были у нас лимоны, мы все тогда были миллионерами. И вот эта женщина говорит, я посвящаю от себя Господу. Это баснословные деньги, 1100 сиклей серебра, по крайней мере, в сравнении с зарплатой, которую обещал Миха платить его домашнему пастору. Дорогие друзья, это огромная жертва, на которую идет эта женщина. Она говорит, я посвящаю от себя Господу. Скажите, пожалуйста, как сегодня мы, как верующие люди, оцениваем свои жертвы? Что мы сегодня готовы пожертвовать для Господа? Иногда мы говорим о том, что приношения денежные, которые мы приходим, приносим с собой в церковь, мы называем это своего рода пожертвованиями. Знаете, я думаю, что, наверное, нам нужно отойти от этого слова пожертвования, потому что то, что мы приносим никак зачастую жертвой не назовешь. Жертва это когда, не дай Бог, случилась какая-то проблема у людей, у друзей, у знакомых, сгорел дом, и вы жертвуете в этот дом, к примеру, целый набор кухонной мебели. Это жертва. когда, не дай Бог, произошла какая-то трагедия какая-то, и человек нуждается в деньгах, чтобы поехать лечиться, и вы оплачиваете ему треть этого лечения. Вот это жертва. А когда мы приходим в храм Божий, приносим с собой 20, 30, 50, 100 гривен и участвуем в сборе даров для поддержания храма, то это не жертва, это как мы должны были бы правильнее назвать? Приношение. Дорогие друзья, а эта женщина решила отделить для Господа 1100 сиклей серебра. Я сравниваю сегодня свое посвящение, вы можете свое сравнить, с посвящением этой женщины, которая не знала как правильно, не знала что правильно, она просто хотела Господу пожертвовать, подарить, посвятила от себя. Понятно, неправильно, не на то дело, понятно. но она не знала как правильно. Дорогие друзья, но это была ее жертва, это не просто приношение, это не просто дары, это была ее жертва. Мы читаем, что Миха, когда это все увидел, он не захотел остаться в стороне. Миха, написано в Библии, когда мама отдала эти средства, часть этих денег и плавильщик сделал то, что она мечтала о чем, Миха со своей стороны прибегает вот к какому делу. Он сделал из них истукан, литой кумир, это то, что сделал плавильщик, и написано, что был у Михи дом Божий, и сделал Миха уже со своей стороны, сделал Ефот, Терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. Миха не хочет остаться в стороне. Мама жертвует, и я буду жертвовать. Мы решили организовать в монашем доме этот дом священников, мы решили организовать дом Божий, значит, мама жертвует, и я жертвую. Я не хочу оставаться в стороне от религиозных движений в моем доме. Я хочу, чтобы я тоже был частью этого религиозного служения. Вы знаете, дорогие сестры и братья, я сегодня, когда гляжу подчас на то, с каким энтузиазмом мы с вами, современные христиане, принимаем участие в каких-нибудь религиозных действиях в нашей церкви. Просто плакать хочется. Особенно это видно, когда наступают, к примеру, время выборов в церкви. И пастор ходит, и председатель избирательной комиссии просит, ходит, и умоляем мы друг друга, одного кого-то умоляем, ну пожалуйста, ну возьми на этот год служение старшего диакона. А старший диакон говорит, которому предлагают, я уже вот так наелся, пускай теперь другие попробуют. Мы просим и умоляем, ну пожалуйста, возьмите вот это служение отдела субботней школы, ну будьте пожалуйста руководителем в этом году, мы будем помогать со всех сторон. А нам говорят, вы знаете, с нашими учителями, которых никогда не соберешь на учительское, вы сами и будьте руководителем отдела субботней школы. И когда смотришь на то, как мы призываем к этому религиозному, общественному служению и как мы на него реагируем, то Михе надо поставить две пятерки. Когда он увидел, как его мама жертвует, он со своей стороны тоже к этому присоединился. И заметьте, они не знали как правильно. У них не было видения правильного. порыв, мотивация, желание, стремление. Это было присуще и матери, и Михе. Мы читаем дальше в этой истории, очень интересная история, кстати, читаем дальше о том, что Миха на этом не остановился. И когда к его дому пришел Левит. Вообще история 17 главы книги Судей, она показывает нам, что действительно люди не знали как правильно. Вообще Левит должен был бы жить не просто вот там в доме у Михи, а он должен был жить в одном определенном городе и совершать служение в определенном месте. Но у Левита у этого была жизненная позиция. Когда он пришел к дому Михи, вы сможете прочитать это дальше, в этой 17 главе, Миха его спрашивает, ты кто, откуда пришел? И он говорит, я Левит, который живу на горе Ефремовой и пошел, чтобы пожить, знаете, где? Написано интересно, пошел, чтобы пожить, где придется. Эдакий бомж. Пошел, чтобы пожить, где придется. У него должно было бы быть правильное понимание, где должен жить Левит. А Левит пошел, чтобы пожить, где придется. Миха говорит ему, ты точно Левит? Да, Левит. Он говорит, идем, будешь у меня служителем. И мы читаем, Миха его берет в число своих сыновей, он готов ему платить, он готов его кормить, он готов его одевать, только лишь, чтобы в моем доме был дом Божий. Дорогие сестры и братья, когда я сегодня читаю эту историю, когда я ее сравниваю с нами, этих персонажей этой истории сравниваю с нами, с людьми, которые знают, где правая рука, где левая в духовном смысле, с людьми, которые знают азы, и не только азы, но и великие доктрины, и хорошую духовную пищу знают, мы накормлены ею. Когда мы все это знаем и сравниваем мотивацию наших поступков с тем, что делали мама и сам Миха, знаете, мне кажется, мы очень жалко выглядим при всем при том нашем знании, нашем просвещении, при всем при этом. Эти люди не знали, как правильно. И вообще все их действия были направлены на то, что мы сегодня вместе с вами в начале, перед тем, как говорить о них, мы им все вместе общецерковно поставили единицу и двойку за их духовное состояние. А вот позвольте теперь задать вам вопрос. На фоне этих двоечников духовных какую вы оценку поставите сами себе? Куда мы будем двигаться по шкале минус два, минус три? Где-то туда, наверное, правильно? Потому что, когда мы обнаруживаем свою духовную бедноту прикажущейся духовной, вот этой прикажущейся духовном богатстве, знаете, начинаешь поневоле гордиться этим Михай и его матерью, которые не знали как правильно, но от сердца делали то, что справедливо. Мы сегодня говорим о самом процессе возрождения. Дорогие сестры и братья, мы не можем остаться в стороне сегодня, когда говорим о возрождении, не можем остаться в стороне, чтобы не совершить Господу искреннее покаяние. Есть у Лескова, русского писателя, очень интересная история. Он написал произведение «Несмертельный голован». И в этом произведении он описывает героя своего. А у него было обыкновение один раз в году или чаще, когда было в сердце порыв такой. Он приходил к священнику со словами «Посрамите меня, батюшка, уж очень я себе не нравлюсь». Кто из вас приходит к Господу с такими словами хотя бы раз в месяц, хотя бы раз в неделю? Нам необходимо с такими словами к Господу приходить. Нам необходимо, приходя к Нему, повиниться в своей жизни, повиниться в наших действиях, в наших мыслях, в поступках наших. Нам нужно приносить эти слова покаяния, потому что в таком случае мы обретаем эту живую связь с Господом нашим. Знаете, конечно же, понятно, что когда мы говорим вообще о наших грехах и о спасении Господнем, который Он для нас совершил, Бог говорит, ваших грехов, за которые были принесены ваши слова покаяния, я больше не воспомянул. На одном из уроков субботней школы у нас возник в классе вопрос. Скажите, как вы считаете, должны ли мы вспоминать о тех грехах, за которые мы покаялись и Господь нас простил? И начали в классе рассуждать. Часть класса говорит, нет, не должны, потому что уже прощены, потому что если будем помнить о них, то это будет означать неверие Богу, это будет означать, ну как бы обидеть Бога, Он нас простил, а мы еще выужим и выуживаем эти грехи наши, на свет. Другая часть класса говорит, позвольте. Но когда мы считаем, как Господь велик в своей любви, и когда мы считаем, что Он прощает грешников, ну неужели нельзя нам не прийти в умиление и сказать, Господи, и мой грех, Ты уже сто лет назад, но Ты его простил, Он был велик, а Ты простил. И тогда нам нужно вспоминать о грехах наших не потому, чтобы опять и опять мучиться в совести своей, а потому, чтобы была еще одна причина сказать Господу слова благодарности. Дорогие сестры и братья, в этом процессе покаяния, когда мы любим, каемся, прощаем сами, и прощает Господь нам, и должна состоять наша жизнь, потому, потому, что апостол Павел говорит, я один из первых грешников, но Господь любовью своей, милостью своей покрывает мои грехи, прощает их, изглаживает их и больше не вспоминает. Он не вспоминает, а я вспоминаю, потому, что есть возможность еще поблагодарить больше за то, что Он меня простил. Мы должны приносить покаяние Господу. Мы должны быть жертвенными, дорогие сестры и братья. Вы знаете, раньше, когда мы читаем историю средних веков, мы находим, как в то время люди пытались, принеся определенные жертвы в храм, заработать себе спасение. И мы всегда говорили, и говорим сейчас, и понимаем, невозможно себе спасение заработать, потому, что она по милости Божией дается, спасение. Но сегодня зачастую другая крайность есть. Люди говорят, ну, раз Богу никаких жертв не надо, то Он меня и так спасет. Мне однажды один человек сказал так, мы с ним много говорили о Божьей милости, о благодати, и о том, что мы должны меняться, и о том, что мы должны со своей стороны, как бы помогая Господу нас изменять, что-то делать. И он мне говорит, ты знаешь, тебя Бог спасет за то, что ты добрый, а меня Бог спасет за то, что Он добрый. Вот скажите, пожалуйста, вам нравится такой подход к жизни христианин? Конечно, именно потому, что Бог добрый, Он и Его спасет, и меня спасет. Но и я со своей стороны тоже должен быть каким-то, ну, по крайней мере, чуть-чуть похожим на Бога. И, по крайней мере, что-то искать до души, молиться, стремиться, и жертва для Господа, хоть, по крайней мере, какая-то женщина из 17 главы книги Судей. Вы знаете, мы иногда называем жертвой то, что жертвой назвать нельзя. Вот вспомните, пожалуйста, юноши, вспомните девушки, может быть, теперь уже мужчины, женщины. Когда вы начинали встречаться, и вот вы идете какой-нибудь осенний вечер, и вы видите, что ваша любимая замерзла. Вы снимаете с себя пиджак или куртку, одеваете на ее хрупкие плечи, идете и потешаетесь, какой я жертвенный, так? Каждый раз, когда девушка принимает эти элементы ухаживания от парня, и он каким-то образом, ссылаясь на то, что холодно, ты продрогнешь, все-таки уговорил ее одеть его куртку, он идет, он несется, она в моей куртке. Дорогие друзья, нельзя назвать это жертвой. Нас иногда спрашивают, а какие жертвы Нового Завета вы знаете? И мы говорим, ну, наши жертвы, это наши молитвы, это наше пение Господу. Не жертва это, дорогие сестры и братья, а это возможность Господу выразить то, как мы Ему признательны. Жертва это другое чуть-чуть. И вот нам сегодня, когда мы говорим о возрождении, когда говорим о том, что Бог делает в нас, для нас, нам необходимо в себе обнаруживать это стремление, стремление благодарить Господа, потому что Он действительно достоин этой хвалы. но еще один очень важный элемент мы должны воспитывать наши семьи, мы должны воспитывать наших детей, должны воспитывать друг друга, воспитывать себя, воспитывать одной простой, но так красиво явленной в этой истории истине. Если только у вас появляется возможность принять участие в религиозной жизни церкви или же народа, используйте эту возможность, потому что это есть ваше приобщение к тому процессу создания в вашем доме дома для Бога. Дорогие сестры и братья, когда вас приглашают, придите, пожалуйста, наведем порядок вокруг нашего храма, идите. Когда вас приглашают, придите, пожалуйста, что-нибудь сделаем для Бога, какую-то программу, какую-то может быть дополнительная тренировка для хора, спевка для хора, может быть приглашают вас принять участие в торжественном богослужении, может быть приглашают принять участие в раздаче пригласительных, в миссионерской газете, идите, потому что это есть ваше участие в этом построении дома для Бога, не просто рукотворного, а того дома, в котором ему приятно пребывать. Дорогие друзья, мы сегодня видим, замечаем, как далеки зачастую наши дети от религиозной жизни своих родителей. Мы зачастую замечаем сегодня, что их не волнуют те вопросы, которые нас волновали, когда мы были такими, как они. Возможно, это какое-то объяснение, этому можно найти. Сменяются поколения, и последующие поколения менее остро переживают все то, что переживало поколение предыдущее. Но с другой стороны, Бог всегда велик, истина Его всегда красива, поэтому нам необходимо учить наше подрастающее поколение, нашу молодежь, чтобы она принимала активное участие во всем том, что происходит внутри церкви, чтобы таким образом мы могли сказать Господу о том, что сделали со своей стороны все возможное, чтобы Он был возвеличен. Скажите, какую бы оценку вы все-таки поставили бы Михе и его матери за желание, за действие, за всю эту историю? Поднимем чуть-чуть то, что мы им поставили вначале. Может быть, за искренность и за мотивацию пятерка, за то, как, к чему и почему это уже объяснение в шестом стихе. Не было царя в Израиле. Каждый делал все, что считал справедливым. Поднимая оценку им, мы себя тоже чуть-чуть спасаем. Дорогие сестры и братья, дал бы нам Господь, чтобы каждый из нас еще и еще раз, перечитывая эту историю, рассуждая о том, как поступают со своей стороны подчас люди, которые Бога не знают, чтобы мы задумались о нашем поведении и о нашем отношении к святым, религиозным, Божьим вещам. Меня всегда поражало, как умело Иисус Христос показывает замечательную истину на отрицательных персонажах. Вы помните 16 главу Евангелия от Луки? Он там приводит нечестивого управителя, чтобы посрамить верующих людей. Он там приводит сыновей века сего, которые в своих делах, в реализации своих мечтаний, своих целей намного догадливее и намного опережающие сынов света. Это вызов нам, дорогие сестры и братья. Это вызов нашему религиозному миру. Это вызов нашему Бога поклонению. И дал бы Господь, чтобы в своей религиозной жизни мы убрали тех идолов, которые когда-то израильский народ поставил, на уроке субботней школы сегодня мы говорили, и в храме, и у ворот, и у жертвенника, и кодил им, и приносил приношения, и в тайных комнатах спиритические сеансы проводил, и кланялись этим идолам, поворачиваясь своими спинами к Божьему престолу. Дал бы нам Господь этой великой любви, этого искреннего посвящения, этой грандиозной жертвенности, чтобы когда-то и о нас могли бы сказать люди, изучающие историю нашей жизни. У этих людей была красивая мотивация, они были искренни, они делали не только то, что считали справедливым, но они, плюс ко всему этому, делали еще и то, что было правильным, потому что они знают Слово Божие, они открыты и следуют истину, они преклоняются перед Божьим величием и Богу поклоняются и в духе, и в истине. И очень бы хотелось сегодня пожелать всем, кто был присутствующим на этом богослужении, кто присоединился к нам через сеть интернет, чтобы в сердце каждого из нас Господь производил свою удивительную, уникальную работу, чтобы мы были спасены Божьей благодати, а Бог со своей стороны через нас был возвеличен, прославлен, чтобы Он был действительно возведен нами на ту в должную высоту в наших хвалебных гимнах, в наших благодарственных молитвах, на ту высоту, которая Ему как Богу прилична. Давайте помолимся и поблагодарим Бога за эту возможность. Наш добрый Господь, любящий наш Отец, перед Твоим величием мы склоняем в почтенном смирении наши головы. Господи, мы сегодня постыжены, потому что, читая Твои библейские откровения, читая Твою библейскую историю, Боже, мы видим, как не реализованы в нашей жизни все наши возможности. Мы обнаруживаем Себя, Господи, в состоянии духовной ленности. Мы обнаруживаем Себя, Господи, в состоянии духовного равнодушия. Мы обнаруживаем, Господи, что мы не ищем так, мы не желаем так, мы не жаждем так, как это было открыто в Слове Твоем и как это делали люди до нас. Отче Небесный, просим Тебя сегодня, чтобы благословил Ты нас, как народ Твой, чтобы благословил Ты каждого из нас, чтобы Дух Твой Святой посетил нас, чтобы откровения Твои были для нас родными, близкими, чтобы Слово Твое было преобразующим нас, чтобы влияние Твое всегда сопровождало нас. Боже Праведный, благослови всех, кто сегодня открыт для Твоего воздействия, помоги нам в нашей жизни пропережить этот процесс возрождения, который, конечно же, скажется на реальной нашей жизни, на наших поступках, на наших действиях, на нашем отношении друг к другу. Боже, благослови Твой народ, избавь от всего того порочного, от всего того, что ввергает в соблазн, от всех тех похотей, от всего того зла, с которыми восстает на душу человеческую. Боже добрый, спаси нас для жизни вечной. Благослови, дорогой Господь, нашу страну. Благослови, Господи, тех людей, от которых зависит наше благополучие. Надели их, Боже, здравым смыслом и мудростью Твоею, чтобы мы, как люди в этой стране, могли, еще пользуясь свободами религиозными, могли славить Тебя, Бога нашего, исповедуя Твое святое имя и благодаря Тебя во веки веков. Аминь.